Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Васильева Раиса Львовна, и я представляю отделение дополнительного образования детей «Северное сияние» при Государственном бюджетном образовательном учреждении «Школа номер 102». Моя миссия – это создание условий развития творческих способностей ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, развития инициативы и личностного развития. Вот уже пять лет я преподаю в музыкальной студии «Реприза». Основное направление моей работы – это развитие вокально-слуховых навыков у детей от 7 до 16 лет. Я считаю, что разносторонней и цельной можно назвать такую личность, у которой одинаково развиты эмоциональные и интеллектуальные реакции. Как отмечал Дмитрий Борисович Кабалевский, гармония ума и сердца – вот конечная цель воспитания современного человека. Роль музыки в нашей жизни действительно огромна. Отражая жизнь и выполняя познавательную функцию, музыка воздействует на человека, воспитывает его чувства, формирует вкусы. Положительные эмоции, которые мы испытываем, слушая приятные мелодии, концентрируют внимание, снимают эмоциональное напряжение, активизируют работу центральной нервной системы и стимулируют интеллектуальную деятельность. Но настоящее волшебное действие оказывает песня, то есть музыка и положенные на нее слова. Целительная сила песни известна с глубокой древности, но в ту эпоху песня была далека от тех художественных и профессиональных задач, которые она преследует теперь. В процессе занятий я делаю упор на развитие индивидуальных творческих способностей детей, так как моя главная педагогическая задача – это помощь молодым артистам в развитии их вокальных данных, с учетом особенностей индивидуального развития голосового аппарата каждого ученика. Голос, который дан человеку с рождения, представляет собой уникальный музыкальный инструмент. Его вибрация, то есть резонирование, положительно воздействует на весь организм. Поэтому не менее важное значение я придаю развитию голосового, речевого и дыхательного аппарата, используя для этого здоровьезберегающие технологии. Марк Бернес отмечал, петь на эстраде надо не только голосом, но и, что, пожалуй, особенно важно – головой, сердцем и всем своим существом. Особенностью жанра эстрадного пения является то, что она включает в себя не только вокал, но и целый комплекс выразительных средств. Поэтому развитие культуры сценического поведения и формирование основ внутренней культуры через песню также занимает почетное место на наших занятиях. Для меня важно воспитать в учениках страсть к занятиям музыкальной деятельностью через искренний интерес, а не через принуждение. Поэтому я применяю на уроках разнообразные методы и технологии обучения, а также сочетаю групповые, парные и индивидуальные формы организации работы внутри коллектива. А в процессе подготовки к занятиям я стараюсь сочетать традиционные методы, современные приемы и технологии, а также создаю электронные образовательные ресурсы для наглядного изучения и закрепления материала. Использование электронных образовательных ресурсов позволяет мне выбрать оптимально подходящий стиль преподавания для различных направлений и удерживать внимание учеников наглядно и увлекательно, погружая их в тему занятия. И, конечно, полноценным развитие артиста невозможно представить безнасыщенной концертной жизни. Музыканты, обучающиеся в студии «Реприза», регулярно принимают участие в общественной жизни школы, а также ежегодно участвуют в международных, городских и районных творческих конкурсах. Я считаю, что каждый педагог обязан непрерывно развиваться и повышать свою квалификацию. С начала работы в 2018 году я регулярно прохожу курсы, помогающие мне развиваться в соответствии со стоящими передо мной современными креативными задачами. Также я занимаюсь развитием личного музыкального проекта, благодаря чему не забываю, каково это – стоять на сцене и прекрасно понимаю возможные страхи своих учеников перед выходом к зрителю. Поэтому я стараюсь демонстрировать важность взаимоподдержки, воспитывать общность и командный дух в коллективе. А также на своем примере показывать юным вокалистам важность иногда бросать вызов своим возможностям. Именно поэтому я решила принять участие в конкурсе педагогических достижений педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». Благодарю вас за внимание.